Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. В минувшем часе в гостях у нас был Альберт Запольский, глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области. Говорили мы про пригородные автобусы, немного про субсидирование на авиарейсы Приворского федерального округа поговорили. Мало времени у нас, как-то мы не успели полностью задать все вопросы, которые мы хотели. Так что Альберт Владимирович ушел и обещал вернуться в ближайшее время. У нас на самом деле был для вас опрос на сайте и на странице ВКонтакте. Сформулирован он, вот как количество пригородных поездов и автобусов в Кирове нужно, и вот что с ним нужно сделать. На самом деле, после часа, проведенного в студии с Альбертом Владимировичем, я понимаю, что он сформулирован не совсем корректно. И надеюсь, что в следующий раз, когда он к нам придет, мы сможем донести до вас... Скорректировать, да. Да, именно ту основную мысль, с которой, собственно, он эту студию покинул, а мы покинем ее в конце этого часа. Потому что социальные маршруты, их сокращение подразумевает не исчезновение, а маршрут просто перестает датироваться из бюджета. Но в то же самое время для нас это не перестает быть важным, потому что бюджет — это мы с вами. Это мы с вами, да. Ну, я не знаю, что озвучивать результаты, нет, оставить. Если хотите, заходите к нам на сайт, можете посмотреть сами, и на страничку ВКонтакте тоже... Ну, ради интереса, да, увеличивать количество пригородных поездов и автобусов. Большинство, 47-4%, проголосовало именно таким образом. Увеличивает точно так же 50% на сайте у нас. Да, ну, людям, видимо, их не хватает. Ну, возможно, не хватает, а возможно, как раз срабатывает, когда мы слышим, как Альберт Владимирович отметил, когда мы слышим социальный маршрут, то, что что-то социальное хотят у нас вновь забрать, отнять, то у людей, конечно, сразу такая протестная реакция возникает. Поэтому, конечно, может быть, поэтому голосовали как раз за ответ увеличить. 50% у нас на сайте нет. Ну, еще мы будем об этом разговаривать обязательно с вами. И не последний раз Альберт Запольских у нас был в студии. Да, сейчас у нас в студии Наталья Борисова. Это директор по внешним связям и организации развития компании Кировской коммунальной системы. Здравствуйте. Добрый день. И также Ольга Шебек, специалист по благотворительным акциям Общественной организации родителей детей-инвалидов «Дорога и добра». Здравствуйте. Здравствуйте. Слушатели, напоминаю, 708-502, наш номер телефона. Как всегда, мы здесь в прямом эфире. 8-909-720-101-0. Это номер для ваших смс-сообщений. Будете писать вначале. Обязательно подписывайтесь. И на сайте у нас радио-видео-трансляции. Как всегда, можете на нас там посмотреть. Так что заходите. Сейчас мы будем говорить про Парк Аполло. То, что там открылась специализированная детская площадка. Вчера присутствовала я на открытии. Много детей там было. И на площадку на эту посмотрела. Вспоминается мне, что июнь месяц, наверное, когда первый раз заговорили об этом, пришла вам мысль как раз сделать такую площадку. Пришли вы к выводу, что необходима она для нашего города. Почему вопрос к вам вы решили, как раз вы просто занялись этим? На самом деле, путь был достаточно длинный. Мы не сразу пришли к этой мысли. Вначале мы хотели сделать просто площадку. Далее так получилось, что начали изучать вопрос. Начали изучать каталоги детского оборудования. И совершенно случайно для себя обнаружили, что есть целый ряд специального оборудования для детей с ограниченными возможностями. Честно скажу, просто мы до этого не знали об этом. И вот когда мы первый раз это увидели, очень удивились и подумали, что нам нужно обязательно на нашей площадке, надо было учесть как-то. И вот в том числе и такое оборудование. Далее начали изучать вопрос, каким образом. Попытались выяснить, сколько же все-таки детей вообще в нашем городе, в нашей области с ограниченными возможностями. Честно скажу, это было достаточно сложно. То есть единственная информация, которую мы получили, причем это были данные на 2011 год, данные нам дал пенсионный фонд, что это более 4000 детей. Но это по области. А по городу мы так и не узнали. Ольга, и у вас этих данных тоже нет. Да, абсолютно. Они какие-то совершенно засекреченные. Сколько детей всего, сколько в городе, сколько с какими формами нарушений. На самом деле позиция тоже чиновников понятна. Они считают, что это персонально, это личные данные. Это на самом деле так. Но хотя бы какую-то общую статистику, мне кажется, уж обнародовать можно. Статистика, статистика. Дети такие есть. И больше их или меньше не умалять того, что площадка хорошо бы, чтобы такая появилась. Слава богу, появилась. Вчера я сама ее видела. 940 тысяч потратили вы на нее. Заявляли изначально, что нужно миллион. Практически вы его собрали. И для меня удивительно, что за короткий такой промежуток. Как удалось? То есть три месяца практически, и цель достигнута. Но не совсем. На самом деле мы проделали просто огромную работу. Очень помогали сотрудники пресс-службы Кировских коммунальных систем. То есть мы практически на себя взяли двойную. Взвалили двойную работу. Это наша обычная повседневная работа. И плюс работа по этому проекту. Мы завели страницу ВКонтакте. Ввели ее очень активно. Мы завели страницу на Фейсбуке. Мы делали очень много мероприятий, которые, так скажем, поддерживали интерес к этому проекту. Организовывали выставки в Аполло. Различные акции. Концерты. Много всего было. Да, много чего сделали. И в конце каждого информационного материала мы писали о том, что мы напоминаем, что такой проект существует. Далее большая работа была проведена и с нашими компаниями, которые входят в холдинг российской коммунальной системы. Скажите, пожалуйста, все-таки больше помогли рублем, так сказать, это все-таки бизнесмены или просто люди неравнодушные? Вы знаете, наверное, процентов 50 на 50, так можно сказать. Ольга, в чем преимущество этой площадки? Вы как мама, как человек в теме расскажите, чем эта площадка лучше, чем все остальные? Эта площадка хороша тем, что она полностью улеглась в ту идею, которую я продвигаю и ношусь, которая везде и постоянно. Это концепция универсального дизайна, то есть даже недоступной среды, а универсальной среды, которая подходит абсолютно для всех категорий. То есть это не специальная площадка для детей с нарушениями в развитии, с маломобильных ребят. Она подходит для всех. То есть туда могут приходить родители с детьми с ограниченными возможностями, родители с детьми, которые могут преодолеть любые ступеньки, любые горки. Но если ребенок там упадет, то шишка будет меньше, так? Да, совершенно верно. И она и для любых возрастов, и для детей без любых ограничений в том плане, что любой ребенок там может почувствовать себя свободно абсолютно. И несмотря ни на какие там, может быть, сложности со здоровьем, почувствовать себя равноправным участником общих игр детских, общения. Все познается на примерах. Вчера я пришла, и у меня действительно было понимание, что это площадка, ну какая-то особенная площадка. А я увидела ту же самую площадку, которую видел буквально несколько дней назад. Правда, это было в другом городе. Мы пришли с ребенком, ребенок маленький. Но я поняла, что там действительно безопасно. Пусть там дети и постарше. Но такое покрытие, что если падает, то не так больно. То есть, ну, действительно, для всех. Поэтому для меня это было открытие. И, слушайте, если вы тоже думали, как и я, что это какая-то особенная площадка, площадка для всех. И поэтому я спрашиваю, 708-502, наш номер телефона, с вашей точки зрения, где у нас в городе? Вы хотели бы, чтобы появились такие площадки, но и за чей счет все-таки они должны появляться? И где это? Дворы или нужно обойтись какими-то парками, рекреационными зонами? 708-502, наш номер телефона. Ну и вот, насколько я понимаю, 2 миллиона необходимо для строительства площадки целиком. Собрали чуть меньше, чем половину. Почему решили остановиться сейчас? Ну, я так понимаю, что сбор денег продолжается. А почему не добили? Изначально, потому что немного неправильно посчитали, да? И уже в процессе поняли то, что не хватает и нужно еще вот ни много, ни мало миллиона. Ну, немножко не так. То есть, два вопроса я услышала, да? Значит, насчет того, что да, мы немножко просчитались, потому что первый раз столкнулись с этим вопросом. И изначально мы просчитали только стоимость оборудования. А когда стали уже разбираться, в каких-то технических требованиях, в ГОСТах оказалось, что да, должно быть такое безопасное покрытие, и оно стоит очень дорого. Поэтому изначально заявленный миллион у нас превратился в миллион 680 тысяч рублей. Почему все-таки мы решили не откладывать до следующего года, а сделали это сейчас? Надо видеть на самом деле, это надо видеть. И если бы это было отложено, то ну вот там кто-то непонятно на что собрал, а куда деньги ушли, вот оно живое результат. Это такая история, когда есть деньги, их нужно быстрее освоить. Все мы это понимаем, тем более, когда деньги не свои. Совершенно верно, да, вот Ольга абсолютно права, потому что, как вам сказать, нам нужно было все-таки столкнуть, что ли, с мертвой точки зрения очень много, много недоверия, прямо скажу. Сейчас можно увидеть, вот все деньги, которые собраны, они вложены, вот буквально полный отчет мы можем предоставить. Значит, на эти собранные средства было проведено два, значит, конкурса на подготовку площадки и на закупку оборудования. Значит, по-честному выиграли компании, и, соответственно, вот с ними были заключены договоры. Сейчас можно прийти, увидеть, уже можно играть. И, в принципе, он уже, он, конечно, еще не законченный проект, да, но это уже достаточно оформленная площадка, уже можно ее пользоваться. То есть сейчас не возникнет вопроса, а куда деньги на какую-то непонятную площадку, можно сходить, посмотреть и просто представить, что она будет больше. Да, совершенно верно. И вот сейчас ее уже можно пользоваться, то есть мы уже можем не ждать до следующей весны. И совершенно спокойно, вот сейчас дособираем мы недостающие средства, и мы доделаем этот проект, завершим его. Он немножко у нас, кстати, изменился, потому что вот вчера несколько советов мы услышали по поводу того, как нам лучше все-таки разместить, потому что изначально нам та площадка, которую нам выделили, оказалось так, что мы перекрываем проезд, пожарный проезд, вот это не учли. И мы сейчас решили вот то оборудование, которое будет закуплено уже в следующем году, поставить немножечко в другом месте. Давайте мы прямо сейчас визуально себе представим парк Аполло. Заходим мы в парк Аполло, по левую руку видим уже ту площадку, которую сделали сейчас. Остальное оборудование где будет? Значит, остальное оборудование будет частично здесь же размещено, здесь же ближе к выходу, к воротам именно, потому что там удобный въезд для детей-колясочников. И далее мы с вами проезжаем левее, заезжаем там немножечко наверх, поднимается к следующей площадке. Большая площадка тоже очень хорошо приспособлена для установки оборудования, вот того, которое мы, собственно, планировали поставить в тот самый проезд, который сейчас решили оставить. Это поезд весной. Отправлять деньги, давайте вот прямо конкретно, люди, которые сейчас заинтересовались, хотят помочь, как перечислять деньги? Я знаю, что были некоторые сложности, даже какую-то сумму денег вы потеряли, потому что люди неправильно поняли, куда отправлять СМС и что там нужно писать. Да, совершенно верно. Мы потеряли даже не какую-то, могу сказать точную, буквально 50% тех средств, которые перечислялись. Это огромные деньги? Да, это большие деньги. То есть они в никуда или как? Да, они просто не были списаны. То есть если платеж не был подтвержден, платеж на короткий номер 46-47 со словом Аполл и указанием суммы, соответственно, эти средства не списываются. Значит, этот порыв добрый, душевный, он остается незавершенным. И это не наша прихоть и не прихоть оператора в связи, это требование действующего законодательства. Оно связано с защитой от мошенничеств, от каждого оператора. Если вы отправляете СМС на этот короткий номер, вам приходит ответный СМС, на который обязательно нужно ответить. Проблема возникает с тем, что операторы присылают, ну, с точки зрения людей достаточно странный СМС, например, предлагают решить нехитрую арифметическую задачу, посчитать, сколько будет 5 плюс 6. Ну, это как раз, чтобы подтвердить, что вы живут человек, что вы живы разумно, вы осознаёте то, что вы делаете. Да, совершенно верно, вы не маленький ребёнок, вы можете сосчитать, и вы отвечаете, и тогда деньги списываются. То есть процедура какова? Берём, пишем СМС, Аполлу латинскими буквами или не важно? Пишем русскими буквами пробел и указываем сумму. Даже если вы пробел не поставите, тем не менее, всё равно. Пробел или нижнее подчёркивание, что просто пробел. И пишем сумму, которую мы хотим, чтобы эта сумма была списана с нашего счёта. То есть именно такую сумму мы отправляем для того, чтобы появилась детская площадка. После этого приходит СМС. Нужно решить какую-то задачу, ответить на какой-то несложный вопрос, именно для того, чтобы подтвердить, что вы в сознании находитесь, осознаёте то, что вы делаете, действительно хотите эти деньги перечислить. То есть до какого числа это можно делать? То есть сейчас, чтобы собрать те недостающие, около 740. 740 получается, да. До какого числа? До весны, не до весны это получается? Нужно весной, чтобы всё уже готово было? Ну, давайте так. То есть сбор средств сейчас идёт. Мы пока не можем сказать, потому что вот и в данный момент поступают, какие средства. Мы отслеживаем буквально вот в режиме онлайн. Можно зайти на сайт того сервиса, который нам оказывает эти услуги. И мы отслеживаем ежедневные поступления. То есть мы ведём учёт каждый день. Насколько у нас сумма, скажем, увеличилась. То есть мы, соответственно, мы обязательно в своих релизах пишем. Например, там будет следующий релиз о том, что вот мы собрали там ещё 100 тысяч, 200. То есть к тому моменту, когда все деньги будут собраны, мы обязательно об этом сообщим. Плюс нам ещё подсказали, что есть такой способ сбора средств. Это краудфандинговая площадка планета.ру. И мы сейчас выходим на неё. То есть мы уже оформили всё, что необходимо было для этого. Тексты, ролики. Только вы тоже пользовались, да, этой площадкой? Я так думаю, что просто слухи идут откуда-то с нашей стороны о том, что существует такая платформа, очень удобная для использования, для сбора средств на какие-то целевые проекты. Да, мы пользовались и тоже получили достаточно неплохой эффект. Ну, то есть потом озвучите, когда там уже всё будет известно, да? Да, да. Ну, мы вот где-то вот-вот уже и выйдем. Да, хорошо. Ольга, вчера вы там были, и расскажите, видели вы детей, и дети были и маломобильные. В общем, все дети разных возрастов собрали вчера на этой площадке, там уже поиграли. Вы можете это как-то ценить, что родители говорили комфортно, некомфортно, нравится, не нравится? Да, там было несколько семей из нашей организации, тоже они полностью разделяют моё восхищение перед тем, что там обнаружили. Очень понравилось, на самом деле очень удобно для ребят было. И даже, более того, одна мама вечером, она днём пришла без ребёнка, потому что ребёнок был в садике. Вечером пришла вместе с ней туда, и они там, в общем, играли, им всё очень понравилось. Правда, как и следовало ожидать, возник вопрос о восприятии таких детей окружающими людьми. Ну, куда же без этого, потому что... Да, вы знаете, мне кажется, даже не стоит на этом заострять внимание, потому что все дети, все дети. Дети-то как раз хотели поиграть с этой девочкой, а бабушка сказала, взяла их за руки, отвела там на другой конец площадки и строго сказала не смотреть в ту сторону. В общем, ну, как бы... Нет, это... Никто не говорит, что это моментально всё изменится, это тоже постепенно... Моментально ничего не бояться, в том числе, как и площадки такие у нас тоже. Я невольно провожу параллель с другими площадками, которые недавно появились в нашем городе, не для детей, но, в общем-то, для всех, хотя там и дети тоже есть. Недавно я была на нашей набережной, есть там две площадки. Одна, я так понимаю, что это на средства, которые выделил губернатор, и вторая площадка, это поставили за счёт средств бизнеса, ключ здоровья, Василий Васильевич Зонов, усыновили площадку, спортплощадки. Две у нас сейчас на набережной. Я к чему веду? К тому, что бизнес как-то подключается к этому, то есть социально ответственный бизнес. Вы тут тоже выступаете ведь отчасти и также по собственным инициативам. Ну да, у нас, смотрите, достаточно сложная была ситуация, я не знаю, там, нонсенс или нет. Мы же вышли инициаторами коммерческой организации, то есть мы не благотворительный фонд, не общественная организация. Первые сложности, с которыми мы столкнулись, мы не знали, на какой счёт собирать средства. И вот если бы не помощь общественной организации «Молодёжный мир без границ», я, честно говоря, не знаю, что бы мы делали. Потому что на их счёт собираются средства, и они налогами не облагаются. Они же заключали договор и вот с этим сервисом, который нам сейчас предоставляет возможность отправлять смс на короткие номера. То есть вот это была такая сложность, да. То, что касается бизнеса, ну, я могу сказать, что бизнес тяжело, тяжело вообще, помощь у бизнеса. Бизнес сам тяжело живёт. И у них очень много предложений подобных, я так понимаю, как и наши. То есть приходили руководители компании, говорили, ребята, вообще идея замечательная. Вы знаете, мне кажется, больше в худшем положении бюджет наш с вами находится, как раз регионально для того, чтобы делать вот такие вот площадки. И поэтому возможно как раз решение в том, чтобы бизнес принимал участие в создании подобных в одном площадке. Игорь, ты, кстати, чего по этому поводу думаешь? Мне кажется, это вещи взаимосвязаны, что сложности с бюджетом, что сложности у бизнеса с их бюджетом. Я хотел единственное, что спросить. Вот у вас уже теперь есть опыт создания такой площадки. Она будет доделана, правильно я понимаю, да? То есть закончена, так скажем. В дальнейшем, имея за плечами уже такой груз, можно сказать. Опыт. Опыт, да. Есть ли ещё планы на строительство подобных площадок в городе где-то ещё, да? И может быть совсем другой какой-то проект уже зиждится где-то в городе. Ну так же профинансировать, собрать деньги. Тем более да, ну вот уже теперь есть опыт сбора денег. То есть можно продолжить в этом направлении и дальше. И бизнес, может быть, понимая, что он вкладывается во что-то существенное, что деньги уходят никуда-то непонятно и не распыляются, может быть он будет активнее? Давайте сначала за себя. Не за бизнес, а за себя. Дальнейшие планы. Но нам многие задают вопросы, да, выйдете ли вы за пределы парка Аполло. Значит, почему Аполло? Потому что наша компания шефа этого парка. Мы за свой счёт его содержим. Примерно полутора миллионов мы ежегодно тратим на это. Кировские коммунальные системы небогатая компания, сразу скажу. И, скажем, средств для того, чтобы развивать парк у нас, к сожалению, нет. Вот почему, собственно, и стали собирать средства. В парке, на самом деле, такой ещё немеренный фронт работ, на самом деле. Вот когда мы стали изучать то оборудование, которое у нас в России производится, и не только в России много, и китайского оборудования, и различного, для детей с ограниченными возможностями, мы наткнулись ещё на целую большую линейку. Это оборудование, тренажёры специальные для детей с ограниченными возможностями. Это, так скажем, план, который мы в дальнейшем выносим сейчас. Тренажёр также на улицу, чтобы был доступен для всех. Да, специальные уличные тренажёры, да. Вот у нас в парке за сцены установлены тренажёры, которые сейчас по всему городу установлены, да, вот это вот в рамках проекта вложены в небюджетные средства. И у нас сейчас тоже есть такая небольшая площадочка. Но туда, к сожалению, могут попасть только здоровые люди. И, ну, вот в данном случае дети с ограниченными возможностями, которые постарше, они оказались неохваченными. Я думаю, что мы проект продолжим и подумаем, думаем сейчас о том, чтобы нам установить специальные тренажёры, где и дети-колясочники, и дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, это ДЦП и так далее. То есть тренажёры уже для этих детей? Да. Сколько они стоят, Ольга, вы, наверное, знаете, не знаете? Абсолютно не в курсе, потому что для нас это... Ну, необходимость таких есть. Да, конечно, безусловно. Я думаю, что даже больший спрос, потому что, ну, это взрослые ребята, они уже будут осознанно туда приходить и тренироваться, и социализироваться в то же время. Вчера, когда я побывала на открытии, рассказывала друзьям своим то, что вот открылось, с детьми сейчас можно ходить гулять там, играть. Многие задают вопросы. Поставили хорошо, молодцы, обслуживать кто будет? Обслуживать, конечно, будем мы. То есть вы полностью берёте на себя ответственность, ну, то есть поставите действительно одно, а там же ещё в процессе использование. Мы отвечаем за всё, что, собственно, в парке сейчас установлено и есть, хоть там его и немного, тем не менее. То есть оборудование уже существующее, мы ремонтируем и поддерживаем в рабочем состоянии. То, что касается стоимости вот этих тренажёров для детей с ограниченными возможностями, она очень разная. То есть есть тренажёры простейшие от 30 тысяч. То есть вы уже посмотрели. Да, конечно, конечно, мы внимательно изучили уже. Большое, достаточное предложение. Есть очень интересные тренажёры. Вот от 30 до 200, до 300 тысяч. Ну, то есть об этом уже будем говорить, получается, наверное, следующим летом, да, уже когда здесь всё будет, будет работа завершена? Да, там, и смотрите, не так всё просто. То есть для того, чтобы нам какую-то площадочку сформировать, нам необходимо учесть все безопасные зоны, посмотреть, там, подходит это место, не подходит это место. То есть там очень много организационных вопросов. Одно дело, там выпрать оборудование, а потом надо понять, оно поместится вот, скажем, в те границы, которые у нас есть, как их установить, будет ли там подъезд. То есть много. Ну, конечно, сложности есть, но мне вот ещё что интересно. Понятно, что у вас такая некая ответственность именно за эту площадку, именно Паркопола. Что касается, если бы не было ответственности, поддержка инициатив граждан. Предположим, кто-то нас слушает или посмотрел на эту площадку, выделил деньги, решил сделать нечто подобное. С какими сложностями человек может столкнуться? Ну, то есть вот можно ли выйти с такой вот инициативой, доброй инициативой, и получить поддержку от властей, и, в общем-то, реализовать? Вот вы знаете, что нас вообще порадовало очень, что эта инициатива уже поддержана. Нам написали из города Кирова-Чепецка, есть там такая активная группа. И ребята, значит, вынесли свой проект на ППМИ, они уже выиграли конкурс. И когда она узнала о том, что мы такой проект в Кирове реализуем, они поняли, что для них это тоже актуально, и они не подумали о том, что надо бы такое оборудование предусмотреть. Они переиграли, план был переделан. И сейчас, вот мне написала вчера девушка, она написала, что из восьми элементов три элемента будут для детей с ограниченными возможностями установлены. Но их проект будет реализован в следующем году. То есть по вашим стопам уже вы пошли? Да, да, но вообще там, скажем, сверхидея, это каждая площадка в России детская, создающаяся, она должна учитывать интересы таких детей. Делайте пандусы, устанавливайте хотя бы одну качель, карусель и так далее. Спрос предложений взаимосвязаны. Ольга, ну вот с вашей точки зрения, где еще нужны такие площадки? Вот конкретно, чтобы люди понимали, может быть, что нужно там-то сделать, то есть нужно как-то этому посодействовать. Ну вот я, Наталья, абсолютно поддерживаю. Вообще такая площадка должна быть в каждом дворе, по идее. Но если так говорить в масштабах того, что можно сделать сейчас в городе, то, конечно, наверное, в первую очередь стоит обратить внимание на открытые массовые площадки, да, тот же Александровский парк, Парк Победы, у Дворца Мемориал, там, ну, где вот еще массовые такие скопления ребят бывают. В эту сторону надо смотреть, безусловно, но это вот тоже непонятно, опять, чья будет зона ответственности, там, за Александровским парком, кто следит. Вот они возьмут на себя такую работу, не возьмут, непонятно. Территориальное управление Первомайского района. Ну, возможно, да, тем более, что на их... Но, соответственно, должны, я уже с этим сталкиваюсь, потому что мы устанавливаем велопарковки, а за ними, как известно, тоже нужно как-то следить и наблюдать. Поэтому, если кто устанавливает, тот, соответственно, должен потом и контролировать, чтобы они в исправности были. Да, поэтому во дворе там, может быть, как раз будет и проще, потому что там сами жители за ней, кто... Сами заинтересованы будут в том, чтобы она стояла в целости и сохранности, чтобы ее пользовались. Ну что, надеемся, что площадки будут появляться. Напоминаю, что та площадка, которая уже появилась, детская в парке Аполло, и для детей с ограниченными возможностями, и, ну, в общем-то, для всех детей, вне зависимости, кстати, возрастных же ограничений тоже нет. Но там, мне кажется, и детям и 6, и 7 лет будет интересно, и полуторагодовалые тоже найдут чем-то различить. Да, даже не совсем так. Не совсем так? Да, да. Вот, к сожалению, мы не успели сделать вчера, немножко подвели нас партнеры, не успели установить информационный стенд. Значит, по ГОСТам существующим, в каждой площадке такой полагается устанавливать информационный стенд, где для каждой единицы оборудования должно быть указано, для какого возраста рассчитано. И, соответственно, там будет написано, например, там с 6 до 10 лет, или с 6 до 12. Когда ты пришел с маленьким ребенком, попробуем объяснить, что там на стенде написано, что там, может, только с 5 лет, а тебе еще 3 года до этого. Или наоборот, да, попробуй остановить взрослых ребят. Я говорю тоже, мама наша вчера наблюдала. Поэтому, что, не знаю, может, не устанавливать смысл, мне кажется, это никакого. Картину, как вот на машинку для совершенно маленьких ребяток залазили 10-летние парни прямо на крышу, и с этой крыши прыгали. Да, вот, мы как раз недавно в эфире говорили о том, что те площадки спортивные, которые в городе появляются, там, наверное, нужно написать, как в спортзалах, такие вот таблички, что с этим тренажером делать. Потому что дети ползают, и абсолютно непонятно, они не понимают, что к чему, что с этим делать. Ну, так или иначе. А здесь нет. Не получится так. Мы все-таки установим, потому что требования существующего, существующие требования ГОСТа обязывают нас это сделать, и мы это обязательно сделаем. Потому что, опять же, если мы этого не сделаем, то, соответственно, ну, вот и будет так. То есть будут ползать, и может что-то и сломаться. Давайте еще разочек напомним. Отправляйте смс-сообщение на номер... Напомните, номер какой? Значит, на короткий номер 46-47 отправляем смс со словом «Аполло» и через пробел указываем сумму благотворительного взноса. И обязательно подтверждаем этот платеж. Обязательно отвечаем на смс, который приходит с номера оператора. Ну, я не устаю все-таки как-то провоцировать и бизнес, социальный бизнес. Возможно, если как-то поактивнее будем и обратим на это внимание, может быть, и жить в нашем городе станет комфортнее и веселее. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам. Ольга Шибека – это специалист по благотворительным аксам общественной организации «Родители и детей инвалидов. Дорога добра». И Наталья Борисова – директор по внешним связям и организации развития компании «Кировские коммунальные системы». Спасибо большое, до свидания. У нас сейчас реклама, но и уже совсем скоро викторина истории создания. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» Кирове. Светлана Удельна, Игорь Рысев, Роман Веселуков. Студия пришла. Добрый день. Спонсор викторины – завод «Вятич». История создания. Здравствуйте, друзья. Викторина «История создания» начинает свою творческую работу. Напоминаю, что сейчас все, кто разбирается в напитках, в различных, особенно тех, которые варят в своих стенах завод «Вятич». Сейчас пора праздников «Октоуберфест». И, соответственно, вы можете попробовать новый сорт, фестивальный, праздничный, который отличается особым вкусом, для кого-то крепостью, для кого-то послевкусием. Кому-то нравится, кто-то угадывает фруктовые нотки даже. Вот, боюсь спросить у коллег, угадывали ли вы уже фруктовые нотки в новом сорте? Ну, Света, я знаю, что просто угадывала когда-то. Был такой момент. Да, да. Иногда даже угадывала. Ну, в общем, тем не менее, у вас, друзья, еще есть возможность, потому что очень небольшая партия этого фестивального сорта в честь «Октоуберфеста» была выпущена, и поэтому что-то еще можно успеть купить в магазинах, а что-то попробовать в заведениях Вятич. Кстати, победитель сегодняшней викторийной истории создания получит такую возможность попасть в заведение, причем не за свой счет. Сертификат на сумму тысячи рублей в подарок тому, кто отгадает человека, которого сегодня вам загадает человека. Деньги раздаем. Деньги, да, тысячи рублей, пожалуйста. Вот вынь да положь. Как только вы поймете, что за человек я вам сегодня загадал, звоните по телефону 708-502, 708-502, и забирайте подарок. Вятич щедр, особенно в пору юбилея, 111 лет, ну и праздника, самого главного праздника для завода. Итак, напомню, что на прошлом занятии, что-то хотел бы сказать, прошлом уроке. Для нас занятий, да. Да, мне, к сожалению, не было, но мы загадывали. Классная была загадка, мне еще понравилась история. Светлана Занько, да, урок у нас был. И большое спасибо, да, действительно, трамвайные пути могли пролечь от пристани, от пароходства, аж до вокзала Киров. Преображенская улица. Да, представляете, как было бы красиво. Было бы. Ну вот, а я тут что-то подумал, очень давно мы о людях не говорили, и вот тут был повод. Недавно поставили все-таки памятник Федору Ивановичу Шаляпину, и, по большому счету, ну, я не хочу сейчас не обидеть ни поклонников творчества, никого. Вообще, я всеми руками за то, что этот памятник появился. Очень долго был камень, который гласил, что здесь когда-то появится. А тут все-таки появился. Большое спасибо всем, кто принимал в этом участие. Но, тем не менее, если смотреть объективно, ведь Шаляпин, как именно, как ветчанин, как житель области и города, особенно себя никак не проявил. Мало того, все, что нас с ним связывает, это непосредственно родство и корни. Мне кажется, сейчас многие возмутились и уже набирают себе номер не того, чтобы отгадать, а чтобы высказать свое недоразумение. Пожалуйста, я готов дискутировать. Я, опять же, не умоляю заслуги Шаляпина ни в коем случае. Я имею в виду то, что традиционно в этой рубрике мы говорим о людях и о домах, и о местах, которые как-то повлияли непосредственно физически, фактически на судьбу города. Конечно, родство Шаляпина с Вяткой это прекрасная история, но родился он в Казани, умер в Париже, жил за границей. И по большому счету Вятка не видала его и не слыхала его замечательного голоса практически, ну, кроме как на патефонах. Так вот, я решил еще одну такую персону взять, которая косвенно зачерпнула немножко историю Вятской губернии, но тоже ничего общего с нами не имеет. Это женщина. Женщина, очень известная в свое время и ныне практически полностью позабыта, однако ее и подвиг, и поступок, и историю частично считается, что запечатлел один из советских кинофильмов. Хочу обратить ваше внимание, что женщина, это закончила свою жизнь в городе Елуабуга, который когда-то был в числе Вятской губернии, сегодня это Татарстан. Вот почему я говорю, что кое-как пришлось, ну, получилось присовокупить к Вятской губернии. Так вот, какая же женщина стала прообразом персонажа известного советского кинофильма? И сейчас я вам, можно даже женщину называть, давайте хотя бы сначала угадаем фильм, я вам дам три варианта, ваша задача угадать. Это фильм «Жестокий романс» Рязанова, это фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» Михалкова, или это фильм «Гусарская баллада» этого же Рязанова. Итак, друзья, вот давайте так начнем. Подожди секундочку. Это если нужно фильм угадать? Я рассказываю, именно это и пытаюсь рассказать. Ваша задача угадать сначала фильм, а потом по возможности угадать эту женщину. Ну, как пойдет. Да, я не требую многого. Давайте, я потом расскажу просто, кто это такой. У меня эта задача сейчас. 708-502. Итак, какая же женщина стала прообразом героини? И три варианта фильма. «Жестокий романс», «Гусарская баллада», «Неоконченная пьеса для механического пианино». Если вы знаете, что это за женщина, а женщина в свое время, современники, восхищались ее поступком. Они знали государь, они знали светское общество. Я знаю. Ну, вот Игорь Рысьев уже, собственно, практически отгадал. У нас, друзья, остались две-три минуты. 708-502 и звонок. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алексей. Алексей, очень приятно. Ну, какая ваша версия? Если это все еще про женщину, вопрос. Это девица-кавалерист, фамилия Юзбурова. Жила она после войны, 19-го года в Еламбурге, если память не ошибаюсь. У вас прекрасная память. Я уж не знаю, сколько вам лет, но действительно... О, ческа. Да, в возрасте 83 года великая женщина, кавалерист, девица, Надежда Андреевна Дурова, почила в городе Елабуге Вятской губернии. Алексей, трубку не кладите, сейчас редактор расскажет. Подожди, а ты же фильм... А фильм-то... Конечно, фильм-то гусарская баллада Рязанова. Вы понимаете, самое интересное, что автор сценария, надо же, я забыл его фамилию, всячески отпирался и говорил, что Дурова не была прообразом. Но очень много параллелей. Дело в том, что Дурова, которая действительно, будучи... Она вообще с Украины. Будучи дворянских относительно кровей, в общем-то, действительно надела мужской мундир и пошла служить. Это такая короткая версия, потому что осталось буквально минуты. Она действительно участвовала и в Великой Отечественной войне, и в Бородинском сражении, и присутствовала, и была в помощниках у самого Кутузова. Это вот такой краткий очерк. Вот эта женщина была еще и писательницей, написала несколько замечательных рассказов и книг. Их можно найти, наверное, в какой-нибудь всемирной библиотеке. Я еще не занимался этим вопросом. Я что хотел сказать? Да, косвенно она относится к Вятской губернии, собственно, как и Федор Иванович Шаляпин, с которого я начал. Тут просто была беседа, где один человек с жаром говорил мне, как много Шаляпин значит для нашей области. Я еще раз эту версию абсолютно поддерживаю. Действительно, значит, он абсолютно вятский, мама-папа из Вятской губернии. Однако, друзья, все-таки надо знать, что Шаляпин прославил в целом российскую губернию, но к Вятке очень мало отношений имел. Однако памятник ему стоит у нас, это тоже предмет для гордости. Российская губерния очень хорошо. Я сказал российская губерния, но почему бы и нет, если посмотреть на общее состояние, это у нас губерния. Роман Веселков это был. Светлана Удельна, Игры, Исев, мы с вами прощаемся в викторийной истории создания, да и, собственно говоря, мы в эфире уже во вторник. Всем самого доброго, до свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова